Секреты ухода за новорожденным, как купать младенца дома в первый раз. Однако, на самом деле, все не так сложно. Сейчас расскажу особенности и правила купания новорожденного дома. В вашей семье появился малыш и жизнь перевернулась с ног на голову. Новые хлопоты, новые обязанности и новые заботы. Огромный пласт переживаний вызывает процедура купания, да, знаю по своему опыту. Страшно, волнительно, напряженно. Голова разрывается от массы вопросов, как купать новорожденного ребенка первый раз дома, как держать малыша, какие средства использовать. В какой траве купать и многое другое. Время водных процедур и так, первый вопрос, когда надо купать малыша. К первому купанию новорожденного приступают в первый же день возвращения из роддома домой. Единственным исключением может быть ситуация, когда вы ставите прививки, и прививка от туберкулеза была сделана непосредственно перед выпиской. В таком случае отложите купание на день. Время суток для водных процедур можете выбрать индивидуально. Все зависит от поведения и самочувствия малыша. Чаще всего новорожденного купают вечером. Тем не менее, если ребенок после купания бодрый и ведет себя довольно активно, лучше купать его в утренние часы или попробовать использовать. Для этой процедуры специальные травы. Также нет четких правил, как следует сочетать купание с кормлением. Рекомендуется сначала ребенка покупать, а потом дать ему покушать. Однако, если голодный малыш очень нервничает и кричит, этот порядок можно поменять. При кормлении грудью, никакого перерыва между едой и купанием в 40 минут, делать не нужно. Важно, если вы начали купать в определенное время, но видите, что это не подходит малышу, меняйте его. Готовим все необходимое. Перед тем, как первый раз купать новорожденного, следует заранее приготовить все необходимое. Ванночку, как правило, приобретают еще до рождения малыша. Ее надо вымыть с содой и ополоснуть кипятком. В дальнейшем такие ополаскивания делайте постоянно, а то на стенках будет образовываться налет, особенно после использования отваров трав. Ванночку надо установить на возвышении, ванную, стол или специальную подставку. Иначе придется купать малыша в наклоненном положении, отчего у вас может заболеть спина и руки. Особое внимание при первом купании новорожденного ребенка необходимо уделить подготовке воды. Пока у малыша не заживет пупочная ранка, воду нужно кипятить, или в крайнем случае обеззараживать двумя-четырьмя каплями масла чайного дерева. Делать это следует заранее, чтобы она успела остыть до нужной температуры, которая должна быть в пределах от 37,5 до 39 градусов. Для проверки температуры можете коснуться воды своим локтем или использовать специальный градусник. Обязательно надо подготовить горячую воду для добавления в процессе купания. Также в отдельную посуду необходимо набрать воду для ополаскивания. Отвар травы для купания готовится заблаговременно и добавляется в ванночку уже перед самой процедурой. Возле ванночки должны быть расположены все предметы для купания, детское мыло или шампунь, пеленки или поролоновая основа. Детская губка или ватные диски. Перед тем, как купать младенца первый раз, подготовьте полотенце и одежду. Простелите клеенку и пеленку, на которую потом можно будет положить ребенка для одевания. Рядом необходимо поместить средства для ухода за малышом после водных процедур, масло для смазывания складочек на теле. Настой из трав, если на коже есть воспаление, тальк или присыпку. Подробнее о присыпке для новорожденных и джетти, и джетти, и джетти. Подмигивающее лицо, зеленку или раствор марганцовки, ватные палочки, ватные диски. Отдельно следует подумать о помещении, где будет проходить адаптационное купание. Главное, чтобы в нем не было сквозняков. Не нужно слишком нагревать воздух в комнате и закрывать двери, иначе получится резкий перепад температуры при выходе из нее. Подробнее о том, какая должна быть температура в комнате для новорожденного и джетти, и джетти, и джетти. Хорошо, если во время купания рядом будет кто-то из родных. Он будет подавать необходимые предметы, накинет полотенце на малыша. Правило купания. Самый важный вопрос, как правильно проводить саму процедуру первого купания новорожденного ребенка. После того, как готово все необходимое, малыша надо раздеть и оставить на несколько минут на пеленальном столике для принятия воздушных ванн. Можно сделать ребенку массаж или выполнить с ним некоторые упражнения гимнастики. В это время в ванночку нужно положить валик из пеленки под голову, поролоновую основу или специальную горку и налить воду или разведенный отвар трав. Непосредственно перед опусканием малыша в воду необходимо еще раз проверить ее температуру. Приступаем к купанию. Погружать ребенка надо постепенно. Левой рукой следует поддерживать голову младенца. Сначала просто обмойте малыша. Для этого нужно правой рукой набирать воду и поливать ребенка. Затем умыть его. Теперь рассмотрим, как мыть новорожденного ребенка в первый раз. Намыливаем руку или ватный диск и аккуратно проводим по волосам на головке, за ушками и под подбородком. Потом переходим к намыливанию тела. Следует хорошо промыть все складочки, особенно подмышки, пах и под коленками. Не забыть разжать кулачки малыша и помыть ладошки и межпальцевые промежутки. После намыливания смываем пену. При купании малыша в отваре трав, мыльные средства не используются. По мере необходимости следует подливать горячую воду, направляя ее тонкой струйкой по дальней стенке ванночки, со стороны ножек. После добавления воду в ванночке надо хорошо перемешать. В завершение следует ополоснуть малыша. Для этого необходимо вынуть его и держать над ванночкой. Удобнее всего положить ребенка животиком на левую руку. Ополаскивать следует подготовленной чистой водой. Держа малыша в таком же положении на него нужно накинуть полотенце и хорошо укутать. Закончив первое купание новорожденного после роддома, необходимо обтереть малыша на сухо и уложить на пеленку. Затем обработать область пупка, смазать складки маслом или посыпать тальком. Теперь можно ребеночка одевать, купание завершено. Смотрите полезный видео урок о купании новорожденного «Особые моменты». Отдельно стоит рассказать о некоторых тонкостях процедуры первого купания новорожденного после роддома. Использование марганцовки. В первый месяц малыша можно периодически купать в воде с добавлением раствора марганцовки. Это позволит обеззаразить пупочную ранку и не допустить ее воспаления. Разводить марганцовку нужно в отдельной посуде, а в воду добавлять, только процедив полученный раствор через марлю. Жидкость должна приобрести светло-розовый цвет. Средства для купания Для купания ребенка можно использовать специальные детские средства – мыло, шампунь, пену. Также можно обмывать малыша в отварах из лекарственных трав – ромашки, череды, календулы, зверобоя, пустырника, хмеля, крапивы. Эти отвары трав прекрасно снимают воспаление на коже, подсушивают потничку, избавляют от опрелостей. Отвары с ромашкой или чередой можно иногда использовать вместо раствора марганцовки, который сушит кожу малыша. Читайте подробнее о череде для купания новорожденного ИДЖИТИ, 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 Настой готовится как из какой-либо одной травы, так и из смеси трав. Если ребенок очень взбудораженный, плохо спит и часто просыпается по ночам, рекомендуется делать ванночки с успокаивающими травами. Мята, Мелисса, Валериана, Лаванда. Узнайте из статьи, почему новорожденный плохо спит. ИДЖИТИ, 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 Купание с отварами трав можно проводить одежды. ИДЖИТИ, 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 Они укутывали. Ребенка в тонкую пеленку и опускали его в воду. Затем разворачивали правую ножку, обмывали ее и снова покрывали пеленкой. Так поочередно проделывали со всеми частями тела младенца. При купании в пеленке малыш не замерзнет, находясь в воде. Время для процедуры ребенка до полутора месяцев купают самое продолжительное время, от 15 минут до 30 минут. Рассказывая мамам, как купать новорожденного, я всегда объясняю, что купание – это мощная реабилитирующая процедура. Купание ребенка в пеленке помогает малышу пережить роды, быстрее привыкнуть в жизни вне вашего животика, и чувствовать себя спокойным. К средине второго месяца время купания сокращается. Ребенок не может так долго лежать в ванночке. Максимальное время купания – 10-15 минут. Читайте подробнее о купании новорожденного ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ. Самое длительное время купания настает в период после шести месяцев, когда ребенок научится сидеть, и может играть в ванной струей воды или игрушками. Народные приметы С первым купанием новорожденного связаны многие народные приметы. Если на дно ванночки положить серебряные монеты, то в будущем ребенок будет богатым, чтобы малыш был всеми любим, надо в воду. Добавить отвар травы лубисток, чтобы мама могла долго кормить ребенка грудью, советуют забелить воду в ванночке грудным молоком. Если девочку для первого купания одеть в белую одежду, то ее кожа всегда будет белоснежной, первый раз купать ребенка должны. Только его родители без помощи бабушек, воду после процедуры следует сразу же вылить в канализацию. С каждым днем, купая своего малыша, вы будете чувствовать себя более уверенно. Постепенно купание станет любимым ритуалом и для вас, и для ребенка, доставляя обоим настоящее удовольствие.